Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы записываем целую серию бесед «Жития святых во свете Библии». Смотреть открытым оком. Сейчас я отвечаю на вопрос, который был задан в предыдущем видеоролике. Почему епископы должны быть все неженатые, только из монахов ставятся? Я впереди назвал какая-то книга, беру книги, не сам по себе. Книги, которые изданы прямо в патриархии или до революции. Там страница 10 говорится. Уже во II веке является мысль о подчинении даже всего клира безбрачию, как закону. Дионисий в своем послании в Крит убеждает их не спешить принуждением всех клириков в безбрачию, а иметь в виду немощи многих. Епископы советовали подавать более твердую пищу и питать клириков более совершенным учением, чтобы они, принимая постоянно сладкое учение, не состарились в детской жизни. Страница 11. Апостолы не давали положительного правила безбрачия и епископов. Апостол Павел отдает предпочтение безбрачию и девству перед супружеством, даже в мирской жизни христиан. 1 Коринфянам 7, 1-7, 8, 2-6, 29, 32, 33. Церковь в самом начале запрещала безбрачному духовенству держать в своих домах какие бы то ни было лица женского пола, хотя бы для обычных домашних услуг, и прежде всего требовала этого от епископов. Так, в 267 году по Рождестве Христовом, собор в Антиохии торжественно осудил Павла, епископа антиохийского, между прочим, за то, что, быв безбрачным, он держал в доме женщин и позволял дать тоже своему клиру, хотя в беззаконной связи с ними не был изоблечен. 2 Коринфянам 12, на Первом Вселенском Соборе в Икеа был поднят вопрос о супружестве клира. И от многих епископов, с которыми было и весьма много пересвитеров, предложено было обратить безбрачие в общее правило для всего клира. Но некоторые из них, и между ними особенно Пафнутий, один из египетских, сам строгий подвижник и девственник, убедили собор не налагать на всех этого бремени, ни для всех удобоносимого. Правило третье коснулось только безбрачных членов клира. Великий собор без изъятия положил, чтобы ни епископу, ни пресвитеру, ни диакону, и вообще никому из находящихся в клире, не было позволено иметь сожительствующую в доме женщину, разве матерь, или сестру, или тетку, или те только лица, которые чужды всякого подозрения. В продолжение всего 4-х и 5-х веков еще не было дано исключительного правила. Являются еще супружествующие епископы, как, например, Григорий Низский, епископ, брат Василия Великого, Григорий Назиандзин, отец святого Григория Богослова. Страница 15. Безбрачное духовенство в римской церкви установилось слишком еще задолго до Григория VII, который только усилил это правило тем, что отлучил от церкви всех женатых клириков. Лишил супружества их всякого даже гражданского значения и подвергал отлучению самых мирян, принимавших таинство от женатых пресвитеров. От первых веков монашество приобрело явное преимущество в цене и в силе перед мирским белым духовенством. Стали ставить монахов в епископы, вызывая их из пустынь. Быстро распространялась эта мера по всем странам, где только водворялось в монашество. В некоторых местах, как в Египте, Сирии и Месопотамии, лучшие из монахов получали архиерейский сан, даже без определенного назначения на епархии. Если епископы в IV-V веках были женатыми, то должны были воздерживаться от супружества по доброй воле. Если потом они позволяли себе жить с женами, то епископы эти подвергались суду и лишению сана. Это уже предполагало силу закона. На безбраще, страница 18, епископов был закон, только не писанный. Церковь I веков руководствовалась больше духом, нежели письменами, более живою практикой, нежели мертвой буквой. Вот почему законодательство церкви всегда имело характер преданий. Безбраще епископов вошло в церковь под влиянием счастейшего духа Евангелия. Страница 19. Гражданские законы Греко-Римской империи в начале VI века уже не признавали супружества в епископцам звании. Они даже положительно требовали разлучения с женами тех пресвятеров, которые избираемы были в брачном состоянии на епископство. В новеллах Осиняна не иначе посвящать в епископы, как если избираемым было определено, избираемым, достойный в других отношениях, не будет иметь детей и уже не сожительствовал бы с женою. Никого не поставлять в епископам иначе, как если кто предварительно или примет монашество, или будет помещен в клире, по крайней мере на 6 месяцев, и в последнем случае поставлять только таких, кто не имеет детей или племянников и уже разлучился навсегда с женою. Правила какие? Это все из книги взято. Это значит, что государство и общество со своей стороны признало всю силу церковного порядка, его пользу и необходимость даже в гражданском отношении. В IX веке это требование отменено гражданской уже властью, но в это время монашество уже утвердилось на архиерейских кафедрах. Трульский собор 681-692, правило 12. Дошло до сведения нашего и то, что в Африке и Ливии и в иных местах некоторые из там осущих боголюбезнейших предстоятелей и по совершившимся над ними рукоположении не оставляют жить вместе со своими супругами, полагая тем притыкание и соблазн другим. Имея же великое чтение, дабы все устроить к пользе порученных пасту, признали мы за благо, да не будет отныне ничего такого. Сие же глаголем не к отложению или превращению апостольского законоположения, но прилагая попечение о спасении, о преуспевании людей на лучшее, и о том, да не допустим, какого-либо нарекания на священное звание. Ибо глаголит божественный апостол «Все во славу Божию творите». Подогнали. 1 Коринфян 10.32-33 «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». 1 Коринфян 11.1 «Будьте подражателем мне, как я Христу. Если же кто усмотрен, будет сие творящий, да будет извержен». Страница 21. «Вселенский собор не считал нужным в свое время стесняться апостольскими правилами, допускавшими супружество в архиерействе, а за лучшее и более полезное для церкви признал отменение или ограничение этих правил. И, наконец, без женства епископов должно быть так строго соблюдено и супружество так нетерпимо в их сане, что виновные в противном подвергаются извержению из сана. С этого времени уже не видно супружества в Восточной Церкви, даже в виде исключений. Но какая же судьба ожидает жен, разлученных с мужьями, по рукоположению их в епископы? Правила 48.6 Вселенский собор. Жена производимого в епископское достоинство предварительно разлучается с мужем своим по общему согласию, по рукоположению его в епископа, да вступит в монастырь далеко от обитания сего епископа созданный и да пользуется содержанием от епископа, если же достойно явится, да возведется в достоинство деканисы». На поместном Константинопольском соборе 1185-1195-й было повторено, если жена добровольно не захочет принять пострижение, то их мужья, хотя бы уже посвящены были в архиерейский сан, лишаются своего места и достоинства. И на место их другие избираются. И это постановление утверждено царской властью. Тут ничего нет. Вот сколько я знаю, епископы разведенные, они вышли замуж за другого, никаких монастырей они не принимают. То есть эти правила, они их крутят как хотят. Страница 23. «Казалось бы, даже гораздо проще и легче узаконить выбор архиереев исключительно из монахов. Но церковь не хотела и не могла узаконить такого порядка навсегда. И это объяснить нетрудно. Во-первых, монашество, во всяком случае, есть дело доброй воли, дело личного, совершенно свободного выбора. Поэтому, как дело необязательное, ни для кого, оно может подвергаться разным случайностям. Может умножаться в церкви и сокращаться, может и совсем прекращаться на более или менее продолжительное время. Но епископство должно быть в церкви всегда, неизменно, до скончания века. Как же можно было бы основать его на такой нетвердой, то есть непостоянной, неизменной почве, каково монашество. Это означало бы и само епископство подвергать тем же случайностям, как и монашество. Почему? Правила-то нет такого, что ставить только из монахов. Правила такого нет. И во-вторых, выбор по монашеству, это выбор по сословности, 6-й вселенский, 33-й, что влечет в неблагоприятные для церкви последствия. И нет правила, чтобы избирать на епископство исключительно из клира. Его могут избирать измерян. Три-четыре дня его поставили епископом. Страница 25. Такое факт, как живое предание и голос церкви всех времен, не имеет ли уже сам себе силы, закона по себе, не сохраняет ли всей нравственной обязательности для последующих времен, как скоро мы хотим быть верным и истинному духу церкви. И дух, все, но написанного нет нигде. И в этом-то духе церкви без писанных правил заключается самая действительная связь канонического архиерейства с монашеством. Таким образом, действиями церковь, можно сказать, предупредила и отняла силу у современных нам возражений против монашества. Они были бы гораздо сильнее, если бы монашество утвердилось на архиерейских кафедрах, только формальными узаконениями. Это понять кажется нетрудно. В известных церковных, соборных и отеческих канонах мы не находим прямого правила, чтобы епископы, избираемые из клира белого духовенства, безбрачного или брачного, по избранию обязывались формально принимать монашество. Седьмой Вселенский собор, восемнадцатое правило. Беспредкновенный бывайте и внешним, глаголит божественный апостол, но пребывание жен в епископиях или в монастырях есть вина всякого соблазна. Всего ранее, если усмотрено будет, что кто-либо имеет рабу или свободную в епископе или в монастыре, поручая какое-либо служение, да подлежит эпитемии, закосневающий же в том, да будет извержен. Если случится жорно быть в загородных домах, и восхочет епископ или егумен путь творить там, то в присутствии епископа или егумена отнюдь никакого служения да не исправляет в то время жена, но да пребудет особо на ином месте, да коли последует отшествие епископа или егумена, да не будет нарекания. Это же правило положено для всех служителей безбрачных. Первый Вселенский 3, Шестой Вселенский 5, Василий 88. Страница 42. Даже после самого тщательного изыскания едва ли найдешь, чтобы живущие в мире когда-нибудь удостаивались в священном начале. А монахам оно как будто жребием суждено. Только недоброе поведение многих все испортило, и важность схемы унижена и ослаблена. Страница 43. В Константинополе еще в III веке были епископы с женами и детьми. Это Тит, Домицы, Проб, из которых последний был сын предыдущего. Преемником Проба был его сын Митрофан. Страница 52. Восточные епископы поставлялись исключительно из монашествующих. Белое духовенство заявляло в свое неудовольствие, что его не допускали до высших степеней, предпочитая монахов при избрании архиереев. Они считали это и несправедливым, и не согласным с канонами. Страница 57. Что касается в особенности архиерейства, то оно было учреждено прежде монашество, и существовало вне его до того времени, как организовалось монашество в своих правилах. Следовательно, нет и спора о том, что архиерейство возможно без монашества. Между еретиками и епископами были и монахи, как, например, Историй, Пир и другие. Но это были прежде всего худые монахи. Вопрос 2169. Предположим, что ваши мысли о монашестве были бы приняты всеми монахами, то изменилась ли бы температура духовной жизни в стране? Ответ. Ничего бы не изменилось. Если бы это случилось там, в 4 веке, тогда бы ощутимо и разительно. А сегодня монашества и нет настоящего. Нужно снять табу с должности епископа для женатых. Вернуть к апостольским временам. Тогда, быть может, меньше было бы этих карьеристов, на каждом из которых видится непогрешимая папская тиара. Сегодня монахиство приносит только страдания тем, кто монахами обольщен и принимает обет безбрачия. Они его закупоривают, и там он томится на мироточение. Увеличивает грех нарушителей обетов. Приучает людей к лжесмирению и лжепослушанию перед любым самодурством. Исайя 8.20 Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. 2 Петра 1.19 И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Да коли не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Только эти два окошка в Слово Божие открой и рассыплется на вождение и обольщение любое неевангельское. Вопрос 2170. Число 18.26. «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилю их десятину, который дал вам от них удел, то вознесите из него возношение Господа. Десятину и десятины. Должны ли современные священники следовать этим указаниям Господа? Если да, то кому они должны отдавать десятину? Известны ли вам такие примеры? Ответ. Указаний в Новом Завете на эту десятину, а десятин нет. Но по смыслу, так как о самой десятине у апостолов нет ничего, то должны священники отдавать на храм, на свечи, на ладан, елей, на вино и муку. Как знаем из житий святых, что священники и апостолы, что получали, то они и раздавали на нуждающиеся, помни о бедных». Галатам 2.10. «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Вопрос 2171. «Вы все время отсылаете за советом к Библии. Но это же не принято у нас православных. Зачем нам это нужно? Мы же можем заблудиться с Библией. Вон сектанты-то с Библией на сколько осколков разделились. У нас же есть настоящие старцы в Сергиевой Лавре. Поехал и все разузнал». Игнатий Брянщининов советовал всегда к таким православным отцам обращаться, а не к Библии. Вы про это читали? Ответ. «Мне почему-то сдается, что вы мало знакомы с указанным автором аскетических трудов. За 42 года нелицемерного проповедничества и миссионерства мне ни разу и ни в одном монастыре еще не встретилось даже подобие духоносности. Сплошной обман от этих крестьянкиных, Гурьяновых, Кириллов, Адрианов, Амросев. Что бы ни сказали, обязательно противоречие Библии. Они слепые вожди слепых. Вот об этом и говорится у Игнатия Брянщининова, моего тезки, в чем мы с ним согласны полностью. Заголок. «Приношение современному монашеству». Игнатий Брянщининов, том 5, страница 75. «Древним послушникам их духоносные наставники возвещали немедленно и прямо волю Божию. Ныне иноки должны сами отыскивать волю Божию в Писании и потому подвергаться частым и продолжительным недоумениям и погрешностям. Антоний Великий не был в послушании у старца, но в новом начале своем жил отдельно и заимствовал наставления из Писания и от разных отцов и братьев. Оказывая послушание всем отцам и братьям в их приказаниях, не противных закону Божию, но никак не будь послушен на зло, если бы и случилось тебе потерпеть за нечеловекоугодие и твердость, твои, некоторый скорбь. По страстности и слепоте твоей иной страстный и зловредный совет может понравиться тебе, единственно по неведению и неопытности твоим, или потому что он угождает какой-либо сокровенной неведомой тобой и живущей в тебе страсти, как о своих помыслах, так и помыслах ближнего, о его советах. Советуйся с Евангелием». Вот он берет это, приношения все эти. «Счастливие самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что нанесли ближнему нецельную язву нелепым советам, которые принимаются неопытным, новоначальным, с безотчетной доверенностью, с плотским и кровяным разгорячением. Им нужен успех, какого бы ни был качества этот успех, какое бы ни было его начало. Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Им нужна похвала человеческая. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми, старственными учителями. Им нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою гордыню. «Была справедливая молитва пророка, всегда в особенности она справедлива ныне». Псалом 11, 2, 3 «Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, устальстивый, говорят от сердца притворного. Слово ложное и висцемерное не может не быть словом злым и зловредным. Против такого настроения необходимо принять меры осторожности». «Изучая Божественное Писание, говорит Симеон Новый Богослов, и Писание Святых Отцов особливо деятельное, чтобы с учением их, с лечи в учение, в поведение твоего учителя и старца, ты мог их видеть, это учение поведения, как в зеркале, и понимать согласие с Писанием, усваивать себе и содержать в мысли, ложное же и худое познавать и отвергать, чтобы не быть обманутым». Знаю, что в наши дни появилось много обманщиков и лжеучителей. Преподобный Симеон жил в 10-м столетии по Рождестве Христовом за 9 веков до нашего времени. Вот уже когда раздался голос праведника Святой Христовой Церкви. «Говори! Говори! До... Но! Так, подожди, кто звонил-то тебе? Кто? Ну, понял, и что? Что приехать на богослужение запустить? Можно. Пускай денет по форме и все остальное здесь разберемся. Можно. Но разрешение даю. Пожалуйста. У нас запомнил правило, что к нам нельзя никого звать. Мы всех отправляем в храмы Московской Патриархии. Ну, пожалуйста. Если просится, тогда разрешаем прийти один раз. Мы закрытое общество. С Богом! Вот уже когда раздался голос праведника в Святой Христовой Церкви о недостатке истинных духоносных руководителей, о множестве лжеучителей. Я все Игнатья Брещанинова в книге разбираю. С течением времени более и более оскудевали удовлетворительные наставники монашества. Тогда святые отцы начали более и более предлагать руководство священным писанием и писаниями отеческими. Преподобный Нил Сорский говорит, немалый подвиг найти непрелестного учителя. А они наименовали непрелестным того, кто имеет свидетельствованное божественным писанием делание и мудрование истяжал духовное рассуждение. И то сказали святые отцы, что и тогда едва можно было найти непрелестного учителя таким предметом. Ныне же, когда они оскудили до крайности, должно искать со всей тщательностью. Если же не найдется, то святые отцы повелели научаться из божественного писания, слыша самого Господа говорящего. Иоанн 5.39 Исследуйте писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Риммон 15.4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из писания сохраняли надежду. Преподобный Нил жил в 15 веке. Никто не должен утаивать слово Божие по своему нерадению, но исповедовать свою немощь и вместе не скрывать истины Божьи, чтобы не сделаться нам виновным в преступлении заповеди Божии. Не будем утаивать слово Божие, но будем возвещать его. Правильнее же преподаем не мы, потому что мы не достойны этого, но преподают блаженные святые отцы из Божественного Писания. Вот превосходный образец для современного наставления. Он вполне душеполезен для наставника и наставляемого. Он правильное выражение умеренного преуспеяния. Он соединен с отвержением самомнения, безумной наглости и дерзости, в которые впадают подражающие по наружности великому варсонофию и другим знаменосым отцам, не имея благодати отцов. Что было в тех выражениях обильного присутствия в них святого духа, то в безрассудных лицемерных подражателях служит выражением обильного невежества, самообольщения, гордости, дерзости. Подумайте, что мы должны воздать ответ за каждое праздное слово, тем тягостнее ответ за слово Божие, произнесенное счастливым и по побуждению счастливия. Псалом 11, 4, 5. Истребит Господь все усталь стивые, язык велеречивый, тех, которые говорят языком нашим переселим, уста наши с нами, кто нам, Господин? Истребит Господь ищущих славы своей, а не Божией. Устрашимся угрозой Господней со страхом Божиим и благоговением к словам Божиим, а не как свои собственные слова будем говорить. 1 Петра 4, 10, 11. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слава Божия. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Действующий себя действует для тщеславия и приносит из себя и послушающих его в жертву сатане. Действующий из Господа действует славу Господа, совершая свое спасение и спасение ближним Господом, единым спасителем человеком. Будем страшиться преподания новоначальному какого-либо необдуманного наставления, не основанного на Слове Божьем и на духовном разумении Слова Божьего. Лучше сознаться в неведении, нежели выказать неведение душевредное. Охранимся от великого бедствия, превратить легковерного новоначального из раба Божия в раба человеческого. Чтобы исполнить волю Божию, нужно знать ее. Только при этом в сознании возможно отвержение своей поврежденной воли, исцеление ее волею Божией. Игнатий Абричининов, 5 книга, страница 83. Смиряться подобает по тому превосходному образцу, который представляется нам священным писанием. В молитве трех святых отроков, подвергшись в Вавилоне тяжкому испытанию за верность свою Богу. Аминь.